Здравствуйте! В эфире город С и Татьяна Дмитриева. Как меняется рынок недвижимости? Какое жилье предпочитают самарцы и что предлагают ипотечные программы? О том, какую недвижимость сегодня можно приобрести и стоит ли это делать, поговорим в нашей студии. У нас в гостях заместитель исполнительного директора Самарского областного фонда жилья и ипотеки Натария Ладова. Ждем ваших вопросов по телефону 202 11 22. Звоните. Здравствуйте, Натария! Здравствуйте! Скажите, пожалуйста, как меняется рынок недвижимости в последнее время? Все плохо или не очень? Нет же, я бы призвала сейчас всех поверить в то, что на самом деле рынок недвижимости отходит от той стагнации, которую мы наблюдали летом, которую мы наблюдали в мае месяце. Рынок начал двигаться. Конечно, своей вершины он достиг в 2014 году, в декабре 2014 года, когда у нас были активные предложения на рынке, была покупательская способность. Мы говорили, что покупается абсолютно все. В январе-феврале мы констатировали такую ситуацию, что цены еще держались, но спроса как такового уже не было, потому что отсутствовал один из самых главных инструментов – это ипотека. Ставка выросла на вторичное жилье от 17 и далее, в зависимости от банка. Люди не могли позволить себе купить, переживали за ситуацию на работе, будет стабильная работа или не будет. И в итоге, конечно же, в марте месяце, когда мы начали снимать информацию по рынку в целом, мы зафиксировали спа цен. И очень многие средства массовой информации, эксперты на рынке недвижимости заговорили о том, что все, наступает 2008 год, обязательно будет повторяться тот же самый цикл, обязательно цены упадут на миллион как минимум на квартиру, и люди стали находиться в ожидании. И вот это ожидание, оно повлекло за собой такой момент, что уже и цены вроде бы стабилизировались, и вся ситуация стабилизировалась, а люди продолжают ждать. И в итоге предложения начали тоже уходить с рынка. И сейчас мы призываем и говорим о том, что если вы хотите приобретать квартиру, то ниже цены, чем есть сейчас на рынке, уже не будет. Даже можно сказать, что первая информация по сентябрю месяцу уже нами отмечена, что это идет увеличение стоимости квадратного метра. Поэтому традиционно второе полугодие будет у нас отмечено повышением цен, а соответственно и для покупателя это, ну скажем так, менее привлекательно становится. Поэтому стоит забыть о ситуации, что цены будут еще падать. Больше не будут. А какое жилье сегодня дорожает, а какое дешевеет? Вот есть такие тенденции, что вот... Ну у нас традиционно, если по Самаре смотреть, это центральные районы. То есть это Ленинский, Самарский, это самые дорогие у нас цены. Дорогие цены за квадратный метр прежде всего на однокомнатную квартиру. Там цена в разбеге достигает до 125 тысяч за квадратный метр. Самое дешевое жилье это у нас Красноглинский и Куйбышевский районы. Там цена за квадратный метр достигает 28-27 тысяч рублей за квадратный метр по трехкомнатным квартирам. А что касается спроса, эту тенденцию обнаружили уже такую. Конечно же, мы все хотим жить в центральных районах, но большинство из нас. Однако люди оценили свои реальные способности и сейчас делают акцент на жилье экономического класса. То есть стали выбирать такие районы, как Южный город, еще больше акцент сделан на Кошеле в проект. То есть люди понимают, что лучше вообще не взять ипотеку, либо взять ее в минимальном количестве, но при этом получить возможность некой стартовой квартиры. Вы знаете, в пример привожу всем отличную рекламу компании «Волгарь», которая вот жилищный комплекс, потому что они пишут, это ваша первая квартира. Они не претендуют на то, что это ваша квартира мечты, лучшая квартира, но это та квартира, которая позволит молодой семье поселиться отдельно от родителей, иметь собственное жилье или семье не снимать жилье. То есть это даются возможности. Поэтому мы бы сейчас, наверное, отметили, что это жилье экономического класса. Но, опять же, увидели негатив, монитория, имея обратную связь о том, что такое жилье экономического класса. Многие считают, что это очень маленькие квадратные метры, находящиеся где-то в глубинке. Это не так. То есть жилье экономического класса просто имеет определенные параметры, имеет параметры по однокомнатным, двухкомнатным, трехкомнатным квартирам. Просто мы говорим о том, что трехкомнатная не 150-200 квадратов, а 100 квадратов. Но это совсем не эконом, да, мы с вами понимаем. Однокомнатная квартира, разбег от 28 до 50 квадратных метров. Да, это не 70 квадратов, когда это практически двухкомнатная, а в некоторых, если вернуться в советское время, трехкомнатные квартиры, да. Поэтому здесь мы говорим просто о том, что жилье экономического класса подразумевает собой, иногда это чистовая отделка, ну вот, например, для фонда. Мы для себя понимаем, что экономический класс – это именно чистовая отделка. Когда граждане могут заехать, жить и не думать о том, что им завтра еще делать стяжку, тратить время на выбор стройматериалов и так далее. Да, ну вот есть еще одно экспертное мнение, что вот такие квартиры, удаленные от города, они, если изначально дешево стоят, потом не оправдывают себя затратами на передвижение каждый день, там, утром на работу в город, вечером. Вот этот еще негативный момент. Ну, здесь, я думаю, что люди, когда выбирают, если мы говорим про отдаленные жилые районы, они выбирают именно работу поближе к этому району. Ну, не просто так. Кто-то выбирает южный город, а кто-то выбирает Кошелев проект, например. Правильно? Это уже исходя из местонахождения работодателя, куда мы ездим работать. Но плюсами таких вот районов является обособленность, да, это некий конгломерант вот людей. Это достаточно чистый воздух, потому что все равно загазованность города присутствует. Но, опять же, это не панацея. Мы просто говорим о том, что это более доступно для граждан. И, конечно же, с учетом сегодняшних реалий, когда люди переживают, а будет у них завтра работа или не будет, а стоит ли вкладываться, стоит ли брать большой кредит, это вполне нормально, что люди выбирают именно так. Снова вернулись к рассмотрению хрущевок, когда до определенного момента уже, вот в последние года, говорили о том, что нет, вот как бы хрущевки не хочется. Нет, вернулись, потому что цена стала на хрущевку адекватная. То есть хрущевка однокомнатная не стоит больше 2 200, она стоит 1 800 000. Это же большая разница. 400 000 – это очень хорошие денежные средства. Вот в туристическом бизнесе есть такое понятие, как «горячая путевка». То есть можно купить быстро что-то, воспользоваться моментом. Вот сегодня каким моментом на рынке жилья можно воспользоваться, на какое жилье обратить внимание и приобрести? Да, сегодня можно воспользоваться первое – это новостройками, которые есть на рынке, потому что сейчас по ним очень хорошая льготная процентная ставка. И, конечно же, заработала программа «Жилье для российской семьи» и с 1 сентября стартовала программа «Жилье для самарской семьи». И это та возможность, когда вы можете купить квадратный метр по 35 тысяч рублей. И если посмотреть отчеты, можно даже зайти к нам на сайт, вообще посмотреть мониторинг и первичного, и вторичного жилья. Вы посмотрите, что таких цен просто нет на рынке, ни первичного, ни вторичного жилья. А это, напомню, жилье с чистовой отделкой. Здесь же доступная льготная ипотека предоставляется от 9,9% до 10,9% и 11,4% годовых. То есть сейчас это шикарные условия, когда семья, которая не могла себе позволить приобрести, она получает такую возможность. Я вам, например, расскажу. Мы как фонд тоже участвуем в Южном городе, мы реализуем 12-14 квартал там. И до этого мы в рынок реализовывали однокомнатные квартиры по 46 тысяч за квадратный метр. То сейчас вы покупаете квартиру за 35 тысяч. То есть 11 тысяч с квадратного метра, то есть это существенная выгода для наших клиентов. Ну, когда мы говорим про льготы, сразу думаешь, что это не для всех, если существуют льготные какие-то условия, то есть и категории, наверное. Это естественно. Федеральная программа, которая заработала в 2013 году, была придумана, активно начала свою деятельность в 2014, а в Самаре она начала работать с 2015 года. Она, конечно же, предусмотрела определенные категории. Их много. Это 17 категорий. Я бы, наверное, хотела проговорить часть из этих основных категорий. Но первая – это большая категория, это молодые семьи, которым до 35 лет каждому из супругов есть несовершеннолетний ребенок. Вторая категория и каждая категория, они сами по себе самостоятельные. То есть можно по одной из категорий проходить, даже если, несмотря на то, что вы можете быть участником двух, трех и так далее. То есть одной категории достаточно. Большая категория – это граждане, где не имеет значения, сколько им лет, но у них есть несовершеннолетние дети, не использованный материнский капитал. Это многодетные семьи. Следующая категория. Категория ветераны боевых действий. Категория граждан, которые стоят где-то уже в социальных программах на улучшение жилищных условий. Огромнейшая категория – это граждане, которые в установленном законном порядке признаны нуждающимися. Огромная категория – это граждане, которые работают в государственных и муниципальных органах власти. То есть это государственная власть, органы исполнительной власти, муниципальные. То есть это органы здравоохранения, образования, милиция, прокуратуры, судейского сообщества. То есть поликлиники, врачи, больницы и так далее. Большая-большая категория граждан, которые имеют возможность воспользоваться такой льготой. Я хочу обратиться к телезрителям и напомнить, что у нас прямой эфир. Если вас интересует тема приобретения, продажи жилья, условия ипотечных кредитов, звоните. Наш телефон – 202-11-22. А я попрошу вас прокомментировать вот такое сообщение, которое недавно появилось на информационных сайтах. Льготный ипотечный кредит можно будет взять не только при покупке квартиры в новостройке, но и приобретении жилья в старых домах. Об этом заявил директор департамента жилищной политики Министерства строительства ЖКХ Стасишин. На уровне обсуждения пока, наверное. Как это отразится? На самом деле есть же определенный порог тех помещений, которые могут браться в залог. И как раз старый фонд – это те, которые признаны аварийными, непригодными. Те, у кого износ более 60%, они, как правило, не берутся в залог у банков. И это связано с тем, что это потом не ликвидно. Как вы понимаете, все же коммерческие банки, они же думают о том, что если вдруг будет неплатеж, то этот объект недвижимости, он обязательно придет на баланс соответствующего кредитного учреждения, и нужно будет реализовывать это жилье. И очень часто кризис 2008 года показал, что такое жилье потом становится совершенно неликвидом, его трудно продать, возвратить те денежные средства, которые предоставлялись в виде кредита. Очень все сложно. Поэтому это пока на стадии обсуждения. Насколько банки будут готовы на такое пойти, мне пока сложно сказать. Потому что все-таки аварийное жилье есть аварийное. 60% износа, или когда у нас, например, перегородки деревянные, или стены деревянные, это пожароопасные объекты, и, соответственно, будет увеличиваться страховка. Значит, это будет увеличиваться нагрузка для наших граждан. Потому что когда они будут страховать имущество, то, соответственно, они будут страховать его от гибели, утраты, повреждения. И если поджог, пожар, вот какое-то замыкание электропроводки в блочном доме, то есть в кирпичном доме, в монолитном доме, приведет к тому, что да, квартира погорит, но она будет стоять, то мы понимаем, что если это деревянный дом, или дом, который уже имеет огромный износ, он, конечно же, у нас будет в состоянии отсутствия. То есть он сгорит полностью, и ликвиды как такового не будет. С кого потом требовать? Когда разбираться? А все-таки ресурсы, которые предоставляются, они же попадают в банки не просто так, они привлекаются под определенный процент, и тогда банк попадает в ситуацию, когда он должен кредитору, у которого взял денежные средства, а подтвердить свой залог он ничем не может. Вот хотелось бы уточнить тоже, люди сегодня берут ипотечные кредиты на приобретение жилья, или вот произошел все-таки спад, который сохраняется? Нет, понятно, что уже отфиксировано, и во всех средствах информации говорится о том, что ипотека упала на 40%. Я думаю, что здесь она упала именно как раз за счет того момента, что уменьшился процент классической ипотеки. То есть когда граждане приобретают жилье на вторичном рынке, то есть когда уже есть свидетельство о праве собственности. Вообще традиционно такая ипотека занимала от 70 до 80%, но ставки огромные. Поскольку в начале года сделался акцент на кредитование первичного жилья, и у нас появилась супер просто государственная программа по субсидированию ставки, и у нас ставка на первичку стала от 11% до 12%. Такой ставки не было на ДДУ даже в 2013-2014 году. А ставки на вторичное жилье, они как-то остались вот на уровне декабря, и ставка 15-16% это, конечно, много, когда наши граждане привыкли, что 11-12%, а вот в прошлом году мы реализовывали программу СЖК под 10,6% годовых. Ну и в принципе пересчет ежемесячного платежа в 15-16% это много. И ипотека стала падать, но все мы прекрасно понимаем, и полугодие первое показало, что необходимо что-то менять, потому что невозможно зачастую приобрести первичное жилье и воспользоваться такой супер ипотекой, когда не продано вторичное жилье. То есть очень многие граждане стали выставлять предложения, и мы стали мониторить, что одна и та же продажа квартиры могла висеть три месяца, четыре, полгода, даже восемь месяцев – это много для цикла продажи. И даже при снижении стоимости квадратного метра и стоимости квартиры у нас ажиотажа не наблюдалось. Поэтому стали думать, и, конечно же, локомотивом в этом направлении выступает агентство по ипотечному жилищному кредитованию, и они стали делать акцент. И с августа месяца ввелась новая ставка для вторичного рынка – это 12,25. И фонд активно сейчас продвигает, рассказывает, потому что мы ответственны за то, чтобы делать доступное жилье и доступную ипотеку для граждан. Поэтому сейчас везде говорим и в средствах массовой информации о том, что 12,25 – это та ставка, которая появилась, и можно воспользоваться именно на вторичное жилье. К нам начали поступать первые вопросы. У нас еще есть время. Звоните, задавайте. Вопросы. Любовь Ивановна интересуется. Сын не женат, ему 35 лет. В собственности у нас мало семейка, 28 квадратных метров. Дадут ли ему ипотеку и под какой процент? Ну, наличие собственности – это не влияет на тот момент, будет ли предоставлена ипотека или нет. Здесь будут важны доходы. Поэтому вот ее сын должен обратиться в соответствующее кредитное учреждение либо в фонд и подать документы. Это нужно будет заполнить анкеты, приложить справку 2НДФЛ, либо справку, подтверждающую по форме. Да, у нас у нее всех подтверждений есть в рамках 2НДФЛ. И уже посмотреть, на какую сумму он проходит. И дальше смотреть. Либо они оставляют эту малосемейку, и там проживают, и приобретают еще себе квартиру, а потом будут продавать эту малосемейку и расплачиваться по кредиту, или просто использовать в качестве аренного жилья. Либо же сразу же думать о том, что это будет первоначальный взнос, уже исходя из этого рассчитывать. То есть вариативности много. Он молодой, ему 35 лет, поэтому кредит ему возможно от 3 до 30 лет. И процентная ставка, как я уже вам сказала, обозначена. Вы сказали про вариативность. Я подумала, что можно вот молодому человеку жениться, родить ребенка, получить материнский капитал. Это как раз вот мой следующий вопрос. Да, это в принципе можно. Но пока они родят второго, я думаю, что они успеют, не успеют. У нас сейчас же стоит вопрос, да, будет ли продление материнского капитала. Да, вот хотелось бы подробнее про материнский капитал. С 2017 года. То есть пока сейчас разговор идет о 2016 году. Поэтому я думаю, что здесь ему проще поучаствовать, вот пока он молодой, ему до 35 лет. Ну, скорее всего, одного ребенка не успеет, и как бы будет вот возможность войти, ну, по крайней мере, может быть, не в жилье для российской семьи, а в жилье для самарской семьи, потому что там существенно расширены категории, поскольку это сугубо региональная программа. Вот хотелось бы уточнить тоже разницу между жильем, программами жилье для российской семьи и самарской. Вот какая-то она же существует, раз такое разделение. Обязательно существует. И знаете, почему она появилась? Когда мы запустили жилье для российской семьи, конечно же, мы стали мониторить обратную связь. Как идет программа? Конечно, она идет хорошо. То есть на сегодняшний момент у нас в реестре, в сводном уже 1744 человека. То есть очень многие уже приобрели. Кто-то на стадии предварительных договоров. Мы общаемся с застройщиками, они нам дают информацию и так далее. Но появилась такая ситуация, как вопросы, поскольку фонд сейчас в открытом режиме принимает интернет-вопросы. Почему снова для семей, которым до 35 лет? Что это такое? Ведь сейчас первого ребенка рожают не до 25, а до 35. Что сейчас молодой возраст существенно сдвинулся. И, собственно, граждане, которым 40 и 45, это не так, как 15-20 лет назад. Сейчас это молодые, энергичные люди. И мы уже порой девушки, либо молодые, мужчины, либо женщины. И мы даже уже не называем мужчины или женщины. Мы говорим, девушка, молодой человек. И это видно по гражданам. А далее к нам обращались с вопросами пенсионера. А почему снова ничего для пенсионеров? К нам обратились граждане, которые сказали, ну, у нас вот есть двое детей, но мы уже использовали свой материнский капитал. Но их же двое. Нам нужно двоих обеспечить жильем. И таких вопросов набралось очень много. И мы поняли, что необходимо что-то с этим делать. А фонд, поскольку является региональным оператором жилищной политики, и имеет возможности строительства таких квартальных застроек, каким является сейчас 12-14 квартал в Южном городе. Наравне с компанией Древо мы вместе ведем этот проект. Но Древо строит свои дома, мы строим свои дома. Мы поняли, что нам необходимо сделать какую-то льготную программу на уровне региона. И, соответственно, в рамках поддержки Министерства строительства Самарской области по согласованию с ними фонд разработал региональную программу, где есть федеральные категории. Это все те, кто вошли в программу «Жилье для российской семьи». И есть региональные категории. Это те граждане, о которых я вам сказала. И мы расширили существенно, добавили свои категории. И теперь граждане имеют право приобрести такое же льготное жилье, то есть по 35 тысяч рублей за квадратный метр, с чистовой отделкой, с льготной ипотекой в фонде. Конечно же, мы приветствуем, чтобы и прочие застройщики к нам присоединились. Вот компания «Икодолия» сейчас рассматривает этот вопрос. Но пока заставить всех тех застройщиков, которые участвуют в «Жилье для российской семьи», мы не можем. Добровольно захотят, добро пожаловать, мы только рады. Пока сейчас мы извещаем о том, что «Жилье для самарской семьи» это по объекту Самарского областного фонда «Жилье и ипотеки Совжим». Следующий вопрос от Сергея. Многодетная мать взяла ипотеку в Малой Царевщине. У нее там дом. Ипотека 13,75%. Можно ли у вас снизить проценты и перейти к вам в Совжи? Перекредитование у нас возможно. Каждый случай рассматривается индивидуально, потому что нужно будет смотреть, какой банк, где вы брали ипотеку, где заложено, потому что необходимо будет общаться по снятию обременения и гашению того кредита, переброс кредита на объекты, то есть двойной залог возникает. То есть это сложная процедура, но она возможная. Поэтому, пожалуйста, обращайтесь к нам. Мы находимся на Мичурино, 21, офис 202, правда, будет нужен. Там сидят как раз коллеги, которые занимаются вопросами. А вообще, какие документы понадобятся для того, чтобы взять ипотеку? И вот эти требования к заемщикам, они как-то меняются со временем? Нет, сейчас все те же самые требования остались. То есть гражданину должен быть 21 и более лет. На момент гашения кредита не более 65 лет. Это у нас работающие граждане с подтвержденным доходом, соответственно, имеющие кредитную историю либо не имеющие кредитную историю, это не имеет значения. Также это в качестве созаемщиков могут привлекаться как родственники, так и неродственники. Что касается документов, это стандартный пакет документов. Это анкета заполненная, это справка 2НДФЛ, либо справка по форме, соответствующая подтверждению. Это документы об образовании, СНИЛС. Ну и, соответственно, если вы в браке, это значит все то же самое на супругу, паспорта, свидетельство о браке, свидетельство о рождении и все. Ну и трудовая книжка, конечно же, мы про нее не забываем. Понятно, спасибо. Следующий вопрос от Татьяны. Мне 57 лет, нужно купить жилье, хочу однокомнатную квартиру. На первоначальный взнос у меня уже есть 1 миллион, а квартира стоит 2 миллиона 300. Какой процент и на сколько лет? Нет, если я возьму ипотеку, мне пообещают. Я работаю, скобочка. Как я уже сказала, что на момент окончания кредита должно быть 65 лет. Если ей 57, значит на 7 лет кредита ей будет предоставлен. Далее, на миллион 300 получается. Соответственно, необходимо подтверждение дохода на 1 миллион 300 рублей. Пожалуйста, приходите, берите, будет предоставлен кредит. То есть возможность такая есть? Да, конечно же. Еще вопрос с гарантией, потому что все финансовые вопросы, даже прежде чем взять ипотеку, все это продумывается. Ну вот, какие гарантии предоставляет фонд жилья и ипотеки заемщикам? Ну, смотрите, если мы говорим про гарантии, это возможность реструктуризации кредита. Все мы всегда, когда берем кредит, мы думаем о той ситуации, если не смогу платить. Я всегда всех заемщиков призываю к ситуации, если возникли сложности, обратиться сразу. Для того, чтобы могла быть предоставлена реструктуризация. То есть это либо отсрочка уплаты процентов, либо уменьшение ежемесячного платежа, либо, может быть, вообще на некоторое время сдвиг оплаты кредита. То есть любой вопрос обсуждаем, и необходимо прорабатывать это с менеджером и со своим кредитором. Это касается не только фонда. Это вообще призываю делать в отношении всех кредитных организаций, потому что сейчас уже все эти механизмы отработаны, и это является вашей гарантией того, что у вас будет хороший кредит, хорошая кредитная история, и вы не потеряете свое жилье. А вот подскажите, есть ли такая тенденция, когда наши горожане хотят приобрести дома с участками, земельными? И вот такое предложение пользуются спросом? Возможно ли вообще? Но какие условия? Это аналогично с квартирами или нет? Нет, конечно же нет, потому что дом это менее ликвидно, чем квартира. Как правило, ставка по кредиту, она больше на процент, когда вы приобретаете дом с земельным участком. И всегда есть ограничения по той сумме, которая приобретается в зависимости от территории. Потому что одно дело, дом приобретается в городе, либо на ближайшей территории, и в другой момент дом приобретается на отдаленных районах муниципальных. Поэтому это все индивидуально, но такие кредиты есть. В меньшей степени есть кредиты на строительство дома. Вот это сложный уже момент, потому что когда кредит на строительство дома, должна быть расчетная смета со всеми учтенными материалами, это все нужно подтверждать. Это сложно, потому что вы сегодня смету заявили, ну, например, кирпич по 16 рублей, а завтра у нас произошел какой-нибудь коллапс поднятия цены, кирпич стал 20 рублей. Это очень сложно подтвердить, отследить и так далее. То есть здесь, конечно, вот эти кредиты выдают единицы кредитных учреждений. Да. Вы являетесь областной организацией, фондом. Скажите, поддержку от правительства области вы получаете? Вот как вы взаимодействуете? Мы, конечно же, взаимодействуем. Мы взаимодействуем в рамках направления деятельности. Это вот областная программа переселения аварийного жилья, предоставление детям-сиротам квадратных метров. Что касается ипотечного кредитования, то здесь мы не взаимодействуем. То есть нам бюджет не предоставляет денежные средства, но при этом мы взаимодействуем с агентством по ипотечному и жилищному кредитованию, которое создано правительством Российской Федерации. И там, конечно же, ставки на порядок меньше, чем существует на рынке. С областным правительством мы взаимодействуем в рамках социальных выплат. Мы предоставляем выплаты по программе молодым семьям, компенсация 5% от расчетной стоимости. Это программа молодые учителя у нас продолжается, когда мы компенсируем первоначальный взнос при ипотечном кредите 20%, но не более 20% от ипотеки. Это программа по молодым педагогам, когда мы им компенсируем разницу процентных ставок. Ну и, соответственно, вот сейчас программа жилье для самарской семьи, активно работаем с жильем для российской семьи. То есть здесь очень тесные связи. Мы отчитываемся в личный кабинет губернатора о том, как идет ипотечное кредитование на рынке Самарской области. Ну и, собственно говоря, множество программ, если поступают какие-то обращения граждан в администрацию губернатора, если поступают в Думу и так далее, то все эти обращения приходят к нам, вот граждане когда говорят, помогите с кредитом, не можем и так далее. Конечно же, мы не все сильны, потому что у нас тоже есть рамки программ, именно те рамки продуктов, которые нам дает АСЖК. Но максимально мы стараемся помочь, мы стараемся подсказать, куда обратиться и так далее. То есть здесь вот работаем как служба единого окна, когда вы у нас можете и спросить, и получить информацию вообще о рынке сегодня, и спросить, куда идти, если вы хотите признаться, например, нуждающимся, и получить консультацию по социальным программам, по арендному жилью, и приобрести жилье как льготное, так и обычное, которое в рынок, потому что фонд строит различные и в различных районах Самары дома. То есть очень большой круг вопросов. А вот какое ваше основное преимущество, чтобы люди понимали, что вот хочу взять ипотеку и пришли именно к вам? Вот чем вы отличаетесь от других? Я думаю, что самая главная процентная ставка это раз, поскольку у нас, вот как я уже проговорилась, на вторичное жилье минимальная ставка 12,25, если мы говорим про первичное жилье, минимальное 9,9% годовых. Второй момент, конечно же, это обслуживание. У нас прикрепляется индивидуальный менеджер, который с вами круглые сутки на связи. Если у вас приобретение на вторичном жилье, то есть со свидетельством, это значит, что будут проверены все документы, будет все отработано с юристами, это будет надежно, и вы будете понимать, что не будет сложности, когда вы приобрели у физика. То есть это гарантии, когда с вами работают и соответствующие отношения к вам. И ваш фонд известен таким проведением множества акций, но в какое-то время это было очень активно. В этом году, по осени, будете что-то проводить? Я думаю, что будем, но это пока мы не озвучиваем. То есть это все в проработке, но у нас периодически выходят соответствующие акции. Вот последняя акция была к 8 августа, к Дню строителя. Мы делали скидки на жилые помещения, то есть на квартиры. У нас активно люди в это во все шли. Сейчас у нас есть раздача сертификатов. Все, кто приобретают у нас жилье, либо берут ипотеку, мы предоставляем скидку в размере 10 тысяч рублей на приобретение мебели. То есть мы сейчас договорились с соответствующими организациями, чтобы они делали такие вещи. Ну и, конечно же, самая наша большая скидка – это наш совжик-код, которому вручаем всем в качестве такого доброго пожелания, всего хорошего. И еще раз у нас буквально минутка. Перечислите все районы, удаленные от города, где сегодня есть еще жилье, свободные метры, которые можно на льготных условиях приобрести. Ну, на льготных условиях мы говорим. Да, на льготных экономических условиях. Это как раз 12-14 квартал Южного города. Мы призываем туда людей, потому что там сейчас будет очень хорошо. Это доступное, комфортное жилье. Ну и в целом вообще по городу любое жилье с чистовой отделкой фонд готов предоставить. Спасибо большое за то, что пришли, поговорили на эту важную тему, всегда во все времена, на тему жилья. Я прощаюсь и с вами, уважаемые телезрители. Большое спасибо за внимание. Всего хорошего. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok